Еще раз добрый день еще, наверное, все-таки. Я действительно несколько советов постараюсь вам дать. Надеюсь, для вас это будет все полезно. У нас целых 45 минут есть для того, чтобы об этом поговорить. Значит, я, это вот, собственно, Красновский Дмитрий Валерьевич. Это вот я прям непосредственно есть. Ну, вот здесь написано, что я являюсь преподавателем центра специалисты. Это правда. Аня, здравствуйте. Вот, и я здесь специалисты преподаю разные курсы, связанные с фото, с видео, с дизайном, с графикой, с рисунком, с живописью. Ну, наверное, вы, если вы бывали на этих курсах, уже знаете примерно, о чем я рассказываю, что является моими темами. Я постоянно все дело расширяю. Там всякие вопросы, связанные с допечатной подготовкой. И с одной стороны, с другой стороны, технические вопросы, связанные как раз с видеосъемкой и с блогингом. Ну, то есть, в общем, это все, что связано, скажем так, с визуальным, да, это, так сказать, моя тема. Вот. Ну, и, собственно, поэтому мы говорим как раз сегодня вот на эту тему про то, как, собственно, создать вот этот самый, да, классный. Я прибегал к такой незатейливой формулировке, но я думаю, всем она понятна за то, да, что такой классный репортаж. Все понимают, что он такой прям классный, да. Очевидное же такое слово. Вот. Как сделать этот самый репортаж? Тема, понятное дело, что такая достаточно живая, актуальная. Сейчас многие ведут блоги, а даже те, кто не ведет блоги, они в конце концов просто для себя что-то снимают, правда? И даже если они не ведут блоги, не снимают для себя, они любят снимать для семьи. Да, там, из путешествий каких-то, да, из каких-то событий. И я думаю, каждый из вас сталкивался, собственно, почему, я так могу предположить, почему вы оказались здесь, почему вас эта тема заинтересовала. Потому что пробуя делать такие вещи, получается иногда не очень хорошо, да. Вот вроде бы то же самое, ну, то есть вроде бы снял какое-то событие, за кадром там что-то даже наговорил. Но как-то не цепляет, правда? Почему-то у кого-то цепляет, а у кого-то другого не цепляет. Да, и вот в чем, собственно, равенство. И вот, собственно, этому я и хотел, то есть об этом я хотел немножко поговорить и обратить ваше внимание на то, что на самом деле решения лежат довольно на поверхности. И надо просто немножко по-другому посмотреть на саму эту задачу. И я, чтобы доказать, что это все держит действительно на поверхность, я решил поступить очень просто. Я решил все свои советы, так сказать, оформить в виде буквального, вот, собственно, разбирательства вот этой, вот, собственно, формулировки. Этой формулировки о том, вот, собственно, как я вас спросил, да, так сказать, то есть как я поставил заголовок. Так его фактически, если разобрать по словам, то можно узнать очень много интересного для себя и полезного. Итак, действительно, давайте на секундочку задумаемся, что такое классный ролик. Да, то есть вот вы взяли камеру, взяли телефон, решили пойти снимать, да, что-то такое. И вы хотите, чтобы вам это нравилось, естественно, и чтобы это нравилось окружающим. То есть давайте отметим первое такое, на мой взгляд, очень важное качество классности, да, ну, извините за такой смешной термин. Качество – это, конечно, то, что он должен вызывать много позитивных эмоций, согласитесь, да, потому что если ролик вызывает мало эмоций, ну, то есть вяло, да, то не цепляет, что называется. Ну, какой же он может быть классный, правильно? То есть он должен захватывать, он должен вести за собой, причем это очень важно, что эмоции должны быть именно позитивные, потому что депрессивный ролик, да, вряд ли его назовут классным. Он может быть там проблемным, он может быть скандальным, каким угодно, но не факт, что люди его захотят пересматривать. Это понятно, что есть много журналистов профессиональных, которые живут за счет скандалов, да, за счет всяких неприятных историй, есть такое понятие страйкера называется, да, страйкеры – это такие одинокие журналисты, которые рискают по всему свету в поисках, ну, вот таких вот, знаете, ну, каких-то мрачных историй, да, знаете, там, принцессу Диану сфотографировать, продать быстрее снимки. Но это не классно, правда? Мы говорим все-таки не об этом, наверное, я думаю, надеюсь. Поэтому мы говорим именно о том, что должно быть классной позитивной эмоцией, да, это, собственно, первое свойство. Второе, что очень важно и что вытекает из этой же формулировки, да, что значит позитивная эмоция, мы должны с вами понимать, что у разных людей разные события вызывают совершенно различные эмоции, правда? Поэтому понятия позитивные привязаны к такому, извините, мы от, видите, таких общих смешных терминов типа классной, мы постепенно вынуждены уходить в терминологию более профессиональную, в такую маркетологическую, я бы так сказал. И поэтому мы должны здесь с вами говорить о том, что классный ролик, который вызывает много позитивных эмоций у целевой аудитории, правильно? У нас есть целевая аудитория. Если я делаю блог для своих ровесников, то уж понятно, что какой-то молодежный там сленг, молодежный юмор для них не очень подойдет, они не сочтут это классно, правда? И наоборот, естественно, будет то же самое. И в этом смысле надо очень хорошо понимать, для кого вы работаете. Невозможно работать для всех. Знаете, так же, как и в области дизайна, которой я занимаюсь, когда приходит заказчик и говорит, сделайте мне, пожалуйста, классный, шикарный логотип, естественно, возникает сразу вопрос, а кто ваш потребитель? Какой ценовой сегмент? Чем вы занимаетесь? Не знаю, колбасой торгуете или ювелирными украшениями? Ну, то есть, естественно, все это будет очень сильно влиять. И, кроме того, мы с вами должны понимать, что даже слово «позитивные эмоции», они же тоже в разной среде будут вызывать разные совершенно ощущения, правда? Какой-нибудь утонченный английский анекдот, кому-то покажется верхом остроумия и блеска, а кто-то скажет, что за глупость такая. Кому-то надо такую цыганщину, так скажем, даже такой попроще. То есть, возникает вот этот очень серьезный вопрос. Смотрите, мы, в общем, ничего не успели сделать, да, вопрос уже возник довольно серьезный. Для кого мы работаем, на какую аудиторию мы работаем, да, и, собственно, что мы от нее и от этой аудитории хотим получить. То есть, соответственно, нам нужны позитивные эмоции у нашей вот этой самой целевой аудитории. То есть, ролик должен соответствовать. Если он не попал, если наш репортаж, если наше видео произведение не попало в целевую аудиторию, то никто смотреть не будет, никто не оценит никакие достоинства. Третье, собственно, есть еще такое современное словечко, которое называется «создается хайп». Я хочу обратить ваше внимание, что вот то, что я сейчас здесь вам перечисляю, это те пункты, которые, в принципе, могут существовать сами по себе. То есть, я имею в виду, что у вас может быть просто безумно смешной ролик. Ну, например, там веселые, не знаю, там обезьянки надувают воздушные шарики и на них прыгают весело. Ну, например, смешно, смешно, да, без всякой целевой аудитории. Второе – качество, да, то есть, еще раз, я говорю о том, что вот эти, каждый из этих пунктов, он может существовать по отдельности. В идеале, конечно, они должны стремиться к тому, чтобы в одном ролике объединиться, да, но они могут работать как каждый сам по себе. Если, например, мы создали ролик, пусть и не очень смешной, но из этого очень точно отражающий чаяния целевой аудитории, молодежи, например, мы затронули вопрос, ну, да, про любовь, условно говоря, да, про мальчиков и девочек. Понятно, что подростки будут его смотреть, и пусть он будет даже не очень смешной, да, то есть надо или смешной, или попадающий в целевую аудиторию, то есть, повторю, в идеале это нужно, чтобы было одновременно, но достаточно хотя бы одного пункта. И вот третий – это создающий хайп. Так, хайп – это современное слово. Если кто не знал, я думаю, все его слышали, знают, о чем идет речь, да, мне очень забавляет, что раньше давно, да, было другое слово, в общем, ему соответствующее по смыслу – это слово хиппиш. Да, хиппиш – это же на самом деле ровно на есть. Ужасно смешно, как это слово, да, там, спустя много лет возвращается в таком англоязычном варианте, но, в общем, смысл-то тот же самый, создающий вот это вот кипение, бурление, след, да, обсуждение, да, создающий что-то. То есть, опять же, заметьте, он может быть непозитивным, вызывать, да, ощущения, но он, во всяком случае, создает эту вот почву для такого брожения. Это уже ролик, который не все, наверное, оценят как классный, но это вот как раз из разряда тех, про которые я сказал вначале, да, которые там страйкеры делают, которые, может быть, спекулируют даже на каких-то, да, там, тревогах и негативных переживаниях, но, во всяком случае, которые интересны, да, которые люди, захлебываясь занятым, там, пишут друг другу, ты видел, ты посмотри вот это там, да, вот. То есть создается вот этот вот ажиотаж вокруг него. Это третье, да, свойство, которое должно быть, может быть у хорошего ролика. Четвертое свойство у классного ролика, опять же, давайте будем, ну, то есть не то, что будем, но в данном случае достаточно цинично, да, надо констатировать, что у хорошего ролика у него должен быть хороший конверсионный потенциал, так его можно назвать. Что такое конверсионный потенциал? Да, это очень просто, это когда мы из вот этого всего или из этого позитивности, или из попадания в целевую аудиторию, или из этого хайпа, мы что-то для себя можем получить полезное. Раскрутить, да, продвинуть какую-то идею, ну, или, в конце концов, заработать деньги, да, мы же с вами все знаем, что и в Инстаграмах, и везде, да, во всех соцсетях, разумеется, все это имеет определенный смысл, и все это конвертируется в какие-то плюсы. Еще раз повторю, не обязательно прямо, непосредственно в деньги, это не обязательно, что вам начнут платить, да, но во всяком случае приобрести, скажем, слушатель, приобрести популярность, приобрести некий вес, да, когда на вас будут ссылаться, это, безусловно, вещь, которую можно конвертировать потом, впоследствии, да. Я думаю, все знают эти механизмы, как это все работает, об этом много, в общем, достаточно пишут, если будет потом интересно, я два слова тоже могу об этом сказать. И, наконец, это еще не все, потому что есть еще один очень важный пункт, без которого классный ролик не получится, и этот пункт, на самом деле, может быть, самый малозаметный, но он очень значимый, это грамотность, техническая, эстетическая грамотность этого ролика. Понимаете, какая история, когда появились только мобильные телефоны, непонятные, все на них стали снимать, в общем, качество мало кого волновало, мало кого интересовало, да, сам факт, что удалось на мобилку снять какое-то там суперсобытие, это уже было прекрасно, да. По нынешним временам, как вы знаете, да, современные мобильные устройства по своим характеристикам, ну, подбираются, скажем так, более-менее профессиональной технике, дают возможность сложной, да, обработки. По нынешним временам качество ролика должно быть уже практически телевизионного качества. Я говорю так вот, ну, по большому счету, понятно, что, ну, действительно, если вы нашли какое-то уникальное редкостное событие и сняли его, знаете, в кривой, косой камеры, не протертый, ну, а бы как, ну, он будет просто ценен самим сюжетом, да, с самой вот этой вот, как бы, вот этой самой, ну, хайпом вот этим вот, да, создавать это вот привлечение внимания. Но если вы хотите, чтобы люди, да, с удовольствием его смотрели, чтобы они смотрели, говорили классный ролик, вы не забывайте, что мы говорим по-прежнему об этом, да, не просто скандальный, не просто популярный, а именно классный, мы хотим сделать ролик. Он должен быть технически грамотный. И вот здесь возникает много уже отдельных совершенно тем, отдельных вопросов. И я, честно говоря, сейчас даже не рискну их затрагивать, потому что это очень отдельная большая история. есть курс, как, наверное, знаете, как создать фильм от сценария до монтажа. У меня есть такой курс, здесь идет. Кроме того, есть курс непосредственно про видеоблогинг. И более того, я еще сам по себе веду практикумы по созданию фильмов и по репортажке, в частности. У меня осенью будет, это мне надо в соцсетях как раз искать, а не здесь, не на сайте. Вот, то есть это все, в общем, отдельная, очень большая и сложная тема. И она не дается абы как. Самый простой, самый примитивный пример. Понятно, что большинство людей любили, ну и по сей день, в общем, многие очень любят снимать, если уж мы говорим про съемку на мобильный телефон, держа его вертикально. Хотя на самом деле мы же с вами должны понимать, что если у вас есть планы все это превратить, например, в нормальный ролик, в нормальный фильм, то снимать-то надо горизонтально. Я уверен, что все сталкиваются с этой ужасно неприятной вещью. Правда? Когда у вас хороший там, да, ведь современный экран, это же 16 на 9 соотношение, да, то есть 920 на 1080 пикселей. То есть практически два квадрата рядом расположены. И когда посередине него узенькая вот такая вот полосочка, да, занимает видеоизображение, а главное, что если его начать увеличивать, там качество начнет теряться, правильно? Поэтому режиссеры придумывают всякие смешные, нелепые средства, такие, как, например, они берут этот ролик, вы сильно, наверное, видели, размывают очень сильно, да, и кладут его. Потому что что делать? Потому что иначе будет просто огромное черное пространство. А так, ну хоть какое-то ощущение, да, вот заполненности экрана. Это чудовищно, это непрофессионально, и это очень нехорошо, да. То есть вот, ну это просто одна маленькая деталь, но таких деталей много, касающиеся и света, и углов зрения аппаратуры, да. Понятно, что у мобильного устройства у него по определению широкий угол зрения, поэтому, например, там депортратных съемок его нельзя использовать. Ну то есть, в общем-то, много-много всяких нюансов, но и так далее. Вот, так что видите, что получается, что даже вот это само слово классный уже анализирует, да, оно уже наталкивает на определенные соображения, определенные мысли. А теперь давайте по поводу второго слова поговорим. У нас же есть второе слово – репортаж. И вот, собственно, мы с вами можем поговорить про репортаж, да, чем он, собственно, характеризуется. Ну, здесь я не буду вас так вот долго, да, вот показывать вам такую длинную, так сказать, последовательную историю. Я вам сразу покажу все, что касается репортажа, потому что это такие чисто профессиональные вещи, да. Если вы хотите понять, как делать классный репортаж, в принципе, можно пойти на тот же YouTube или просто пойти в Яндекс, да, и забить просто репортажом, искусство, технику репортажа, правила создания репортажа. Вы обнаружите огромное количество материалов, которые будут посвящены этой теме, да. Вот на курсе по созданию фильма, у меня вот про тот самый, про который я упоминал, довольно происходит забавная история. Я вот на некоторых вебинарах об этом уже упоминал, но это в данном случае тоже будет уместно упомянуть. Понимаете, какая история? Когда люди получают в руки хорошую технику, да, пусть они даже умеют ей пользоваться, и начинают снимать окружающие события, вот так, как вот они видят, они, в общем, пытаются делать эти репортажи. Думайте, да, большинство ситуаций, это же именно репортаж. Там день рождения сына, в школу пошли, детский сад закончили, поехали в Турцию отдыхать, да, увидели, там, не знаю, пошли на концерт какой-то. Мы же что делаем-то? Мы снимаем репортаж, то есть мы транслируем, да, то, что мы видим, с тем, чтобы люди окружающие, другие, смотрели, думали, ух ты, здорово, уж надо же, как получилось, классно, да. Это же есть репортаж. Художественный, да, такой творческий вполне себе. Но проблема заключается в том, и вот на это я хочу обратить ваше внимание, тоже один маленький штрих из огромного количества этих штрихов. Дело в том, что время, да, и впечатление, которое мы получаем в реальной жизни, которое мы получаем на экране, они абсолютно разные. Они устроены, у них разные ощущения. Да, чтобы было понятнее, о чем я говорю, я вам приведу такой очень простой пример. Вы, когда смотрите фильм, вас же не удивляет, что на экране сначала день, а потом сразу вечер, да. Сидят два человека, там, днем, говорят, ну, вообще у нас много дел, давай скоротаем сейчас время, скоро у нас много дел. Потом раз, следующий кадр, один из них храпит, второй, не знаю, в шахтаты играет. Нас же не удивляет. Нас не удивляет, что 8 часов времени, да, там, 7, просто исчезло, как будто и не бывало. У нас же нет вот этого в голове, правильно? То есть это я к чему говорю? Потому что экранное время, повторю, течет не так, как время жизни. Поэтому, когда, и для этого даже есть специальный термин, да, термин, который называется иллюзион. Я про него говорил вот на разных вебинарах и на курсах, естественно, тоже об этом много рассказываю. Его ввел один из учеников Эйзенштейна, и он им делал именно вот это удивительное обстоятельство, да, что создавая кино, видео, произведения, мы должны понимать, что время в нем будет течь не так, как в реальной жизни. Поэтому пытаться бегать, я не знаю, там, на феномене свадьбы, да, пытаться бегать по этой свадьбе, пихать в камеру по очереди всем и как бы делать онлайн такую трансляцию, да, и вот всем показывать вот то, как ты вот это все видишь, бесполезно, потому что камера воспринимает мир и время по-другому. И вот, собственно, это вот очень важное такое обстоятельство. Поэтому репортаж – это не просто трансляция в прямом смысле событий, да, а я вам, чтобы еще было лучше понятно, в чем тут тонкости, да, и что же делать-то, я же обещал совет давать, да, что же делать. Я обращу ваше внимание вот на какое обстоятельство, что крупности в съемке, в видеосъемке, они соответствуют особенностям нашего внимания. Смотрите, вы, когда входите в помещение, в любое, да, вы что делаете, вы же озираетесь, если вы никогда не были, вы сначала озираетесь, ваше внимание рассеяно. Что такое рассеянное внимание? Это на самом деле, вот с точки зрения изображения, это общий план, поэтому начинать репортаж практически всегда нужно с общего плана. Есть такое понятие, называется подводка. Знаете, когда за кадром диктор говорит, сегодня состоялось там мероприятие, да, или там вчера там-то, там-то произошло то-то, то-то. Что на этих кадрах, вы посмотрите, что на этих кадрах показывают. Это общий план, какой-нибудь, знаете, сверху откуда-нибудь, да, потому что человеку нужно время для того, чтобы сориентироваться, где он находится, как он, как это все происходит. Поэтому начинать репортаж со своего лица, который говорит, привет, чуваки, сейчас я вам тут кое-что покажу, это в принципе некорректно, потому что человеку нужно сначала понять, да, где он находится. Соответственно, общий план соответствует вот этому такому вот еще не совсем пристальному вниманию, да. Если мы на кого-то внимательно смотрим, да, вы, опять же, думайте, что происходит. Если мы смотрим на человека внимательно, для нас важно, что говорить, мы перестаем видеть окружающее, согласитесь, да. Вы на меня смотрите внимательно, вы, грубо говоря, видите меня, вам же все равно там вот видены там эти занавески, сколько на них там этих штучек, да, или что там на доске, грязно или не грязно. То есть ваш мозг, ваше сознание, когда я что-то говорю, и для вас важно, интересно, он берет крупный план, понимаете. Поэтому, когда снимаете репортаж, если вы что-то происходит значимое, если человек говорит, сейчас я тут одну штуку проверну, вот возьму вот эту банку и начну, вот в этот момент нужно делать наезд на эту банку, да, чтобы показать, что будет происходить. Потому что это то, вокруг чего, собственно, происходит событие. Наезд сделали, да, показали, потом надо не забыть обязательно опять отъехать назад. То есть я сейчас вам даже не возьмусь, да, вот, так сказать, всю вот это вот последнее. Там есть определенные схемы, по которым прямо вот нужно крупности выстраивать, да. Я в данном случае хочу вам дать совет, просто обратить ваше внимание на то, что нельзя снимать на одной крупности, если так говорить совсем по-простому, да. Нельзя снимать на одной крупности и, более того, нельзя делать отъезды, вот эти вот наезды случайным образом. Это тоже такая довольно типичная история, да. Многие, снимая на мобильном устройстве, да даже на камерах, какая в общем разница, да. Они вот эти вот наезды, отъезды, они делают постоянно. Я видел просто, у меня одна девочка, которая несла чудовищный совершенно ролик. Там сидело там 7 или 8 человек, ну, такая какая-то веселая компания. И она хотела, ну, то есть, ну, такая своя компания, ей было приятно, ей было весело. Она хотела показать, как им здорово, как они все замечательные. Поэтому она делала такую ужасную штуку. Она, значит, сначала делала отъезд камерой, сидели все 7 человек, весело болтали. Потом она делала наезд, невзирая на то, что человек говорит, да. На одного человека, потом опять отъезд, потом на второго, потом опять отъезд на третьего и так далее. Понимаете, да, то есть, внимание наше было вот все время вот такое. При этом это никак не было связано с сюжетом. Ладно бы она, скажем, делала наезд на того, кто в данный момент говорит какую-то важную вещь, как обычно делается, правда? То есть, я к тому, что нельзя отъезд наезд, то есть, снимая репортаж, нельзя просто сидеть вот так вот, как, собственно, часто делают, к сожалению, да. Сидят, камеру держат, ну, и там что-то происходит, а сам человек отвлеченный вообще не смотрит, да. Или там просто произвольно в какой-то момент, вот отъехал, наехал. То есть, нужно быть привязанным к сюжету, да, к тому, что там непосредственно происходит. То есть, любое движение камеры на это, да, завязано. Вот. Кроме того, мы с вами должны понимать, теперь я просто вот про эти вот тезисы, да, которые у меня здесь написаны. Два слова буквально скажу. Значит, тема. Понятно, что репортаж – это прежде всего тема. О чем? Не может быть репортаж ни о чем. Поэтому всегда, перед тем, как включить камеру, вы для себя, это не для зрителя, для себя вы должны сформулировать, о чем вы хотите рассказать, да. Что будет вашей темой. Обычно я в качестве, чтобы легче было понять, что это такое за слово, да, и как оно используется, я привожу такую очень простую такую подсказку. Вопрос такой, да, как бы вы, здрасте, как бы вы назвали ваш ролик, да, или как бы вы назвали ваш репортаж. И вот как только вы пытаетесь вот это вот название придумать, да, у вас сразу появляется, что это и есть, собственно, тема, да. Там, поход за яблоками. У меня яблоко – это просто больная тема, потому что на даче их очень много, но я их ввожу по 20 килограмм с дачи и всем раздаю. Вон, ученики там уже сидят, меня сейчас будут забирать, у меня яблочек. Вот, да, то есть тема – это название, это, собственно, практически всегда одно и то же, да. Для себя это нужно обязательно определить, не обязательно, естественно, потом так это называть. Второе, что является очень важной характерной особенностью любого репортажа – это, собственно, его привязанность ко времени. Репортаж, сделанный через год, да, репортаж, сделанный через месяц, да, или репортаж, сделанный немножечко не вовремя – это плохой репортаж, потому что у любого события у него есть четко очерченные рамки, да, в которые нужно вписаться. Не вписались – все, значит, репортаж снимать уже бесполезно. Приходите рассказывать про то, как там было классно и здорово. Это не репортаж, а это уже другое, это аналитика, это уже публицистика, это все, что угодно. Репортаж – это непосредственное повествование о событии. Я сейчас, когда собирался доехать по телевизору, смотрел репортаж с этого, с поля, где сейчас разбирают самолет, ну, который, кукурузное поле, все, да. И там, значит, бедолага, ну, там канал «Россия-24», и там корреспондент, ну, в смысле, ведущая, она говорит, ну, вот сейчас у нас, значит, прямое включение с места, где происходит разбор этого самолета. А бедолага этот репортер, ну, представляете, что такое разбор самолета? Его четыре дня разбирают мужики, так неспешно матеряясь какими-то железными ножницами, там отпилили крыло, еще кусок отпилили. Ну, как он? Он говорит, прямое включение, вот давай, вот прямо сейчас вот что-нибудь такое зажигать. И он, что он может зажечь? Он, значит, нашел какого-то мужика, который, значит, привез с какой-то фабрики какие-то ножницы для металла. Он говорит, вот мы находим, значит, вот там они в четвертый день пилили, а вот мужик, значит, расскажите, что вы, ну, я ножницы привез, значит, ужасно. И он говорит, вот вы видели, вот здесь вот, значит, кипит работа, здесь работают четырнадцать человек, показывают так ленивый, значит, почерзывающий хреб мужиков, значит, которые там что-то волочат какие-то железяки. То есть, понимаете, создать вот это вот событие, да, это очень важно, это сложная очень задача, понимаете? Во многих событиях нет вот такого акцента интересного, ну, реально, да, как многие снимают, это можно понять, как многие снимают, например, там в метро, да, когда в час пик идут, знаете, большая толпа, всегда есть парочка людей, которые над головой, значит, поднимают мобилку и начинают снимать, значит, вот эту толпу. Ну, они просто не каждый день это видят, ну, посмотрите, что это за репортаж, я иду в толпе, точка, все, о чем репортаж, да, ни о чем, понимаете? Поэтому качество события, да, вот это вот умение вовремя, да, найти нужный вот как бы поворот, подход, может быть, даже что-то придумать, да, может быть, с чем-то это увязать, это очень важно. Третья черта хорошего репортажа, это, конечно, персоналия, причем, заметьте, это может быть персоналия как в кадре, так и за кадром. Вы сами, может быть, этой самой персоналия, да, если вы решили, что вы как харизматичный человек, да, как человек, который создает новости, на которого будут люди смотреть, можете за собой вести, ну, только отлично, появляйтесь в кадре и говорите, ребята, я сегодня был в обалденном месте, я получил массу эмоций. Вот уже репортаж, да, но это в том случае, если вы, так сказать, на себя ориентированы, если вы раскручиваете свое я, да, свой там авторский блог, допустим, да, какую-то такую историю. Разумеется, очень всегда хорошо смотрится любой персонаж, персоналия в кадре, оно только должно быть понятно, кто это, да, потому что, как мужик с ножницами, хотя бы такой вот какой-то, да, вот этот вот должен появиться. Еще одна очень важная вещь, которая, без которой репортаж не существует, это позиция, имеется в виду авторская позиция, да, потому что если вы высказываете какое-то мнение, а перед этим, если помните, я сказал, да, что для того, чтобы репортаж получился, надо соответствовать целевой аудитории. И нужно высказывать, собственно, какое-то мнение. А раз вы высказываете мнение, значит, вы занимаете какую-то позицию. Репортажа без позиции не бывает. Если происходит, да, если происходит какое-то событие, демонстрация, например, какая-нибудь, да, вы к ней подходите, вы подходите к ней как кто? Как сочувствующий или как несочувствующий, да, и который осуждает человек. Прийти и просто сказать, это вот так вот в толпе над головой то же самое поднять, да. Можно сказать, что, ребята, мы находимся в толпе единомышленников, смотрите, как дружные массы москвичей рвутся на работу, значит, как ненормальные совершенно, да, и толкая, берут в свои офисы. Можно сказать, чудовищное, это кровавый режим. Ну, потому что понятно, что, в общем, все зависит. Ну, а что, есть люди, которые кровавый режим всюду приплетают, туда ничего не покажи, да. Вот, то есть в этом смысле очень важно свою авторскую позицию какую-то занять, да. Вот. Еще одна очень важная история. Ну, Аня, ну, правда, смешно, согласитесь, при этом правда, да. Есть всякие радиостанции, эти самые по телевизору. У меня сын смешно сказал, он тут ехал на машине, он говорит, я тут переключился какой-то с одной радиостанцией на другую. Говорит, все еще они в разных странах просто живут, да. Потому что один, значит, про кровавый режим, другие говорят, да у нас все классно, перспективы, все хорошо. Я тоже считаю, что все хорошо, но все равно ужасно, поэтому забавно, что вот есть люди, которые совершенно другой реальность. Ну, неважно. Драматургия, да. Есть законы жанра. Есть, как вы помните, со школы завязка, есть кульминация, есть развязка, правда. Нарушать это нельзя. Бесполезно сначала сделать развязку, да, а потом пытаться привлечь чье-то внимание. Поэтому все репортажи всегда устроены по одному и тому же принципу, да. Создается некоторая, вот эта вот конструкция, некоторая модель, да. Если бы у нас было больше времени или если бы вы пришли, ну, я надеюсь, может быть, кто-то из вас придет на курс по созданию фильма, я там про это тоже рассказываю, да. Потому что если говорить так чуть-чуть более подробно, есть такое слово, называется перипетия. Перипетия – это такая смысловая завязочка, да, которая цепляет внимание, да. Ведь как мы обычно рассказываем любую историю. Сначала Петя дал Васе три рубля, но Вася решил не отдавать ему, да, эти три рубля, и тогда он сбежал. Тогда Петя, чтобы найти Васю, значит, налил сыщика. Но сы, да, и так далее. То есть одно цепляется как бы за другое, как снежный ком. Вот это и есть перипетия. Любой репортаж устроен точно так же. Мы пришли на собрание любителей, не знаю, пива, да, но среди них оказался провокатор, который, да, вот смотрите, вот что он говорит. Мы решили узнать мнение этого человека, да, и вот что в результате получилось. Вот что такое репортаж, да, то есть это вот это вот накручивание вот этих вот элементов, да, которые потом в результате разрешаются, собственно, развязкой кульминационной. То есть закон драматургии никто для репортажа специально не отменял. Они все те же самые, абсолютно все то же самое. Вот, ну и, наконец, последний пункт, это, собственно, картинка, да, опять же, это к вопросу о том, как снимать. Потому что плохо снятое, да, неинтересно, серо снятое с неправильными параметрами, трясущимися руками, да, это все, или там просто неинтересный ракурс, это все нехорошо, это, конечно, убивает любой репортаж, лишает его выразительности, лишает его качества. Вот, собственно, это вот что касается таких вот принципиальных каких-то вещей, да, и есть еще маленький набор, все-таки вопрос, если помните, вначале прозвучал, то есть я сам его поставил, про то, как сделать не просто репортаж, не просто классный, а для соцсетей, да, потому что есть своя специфика, связанная с соцсетями, небольшая, но она все-таки есть, и мы это с вами должны понимать, да, что, ну, я, так сказать, в двух словах буквально скажу, специфика вот какая, что, во-первых, все публикации в соцсетях, они, в отличие от телевидения, они интерактивны, правда? Люди могут оставить свои подписи, да, люди могут оставить свои комментарии, а часто, если мы ведем прямой репортаж, так они же еще прямо онлайн могут что-то и комментировать, и лайкать, и не лайкать, и перепосты делать, да, то есть все это имеет очень такой живой характер, на который, соответственно, нужно реагировать, да, то есть интерактивность – это вещь, которая требует определенного способа взаимодействия, и те, кто вот занимается развитием блогов, да, те, кто занимается развитием, ну, монетизации, да, то, что называется, они точно совершенно знают, что хороший, там, даже не репортаж, а вообще любой материал, который публикуется в соцсетях, там обязательно должны быть такие индивидуальные зацепки, да, как бы к приглашению к дискуссии, то есть, например, там, не просто ролик, а в конце ролика спросили, там, а что вы по этому поводу думаете, да, или там, кому понравилась вот эта вот позиция, обязательно пишите в комментариях, причем эти вопросы зачастую, они абсолютно такие высосаны из пальца, что называется, но в любом случае они инициируют, да, некоторую вот эту вот активность, то есть обратная связь – это плюс, да, и этим плюсом, этим козырем обязательно нужно пользоваться, да, если вы создаете что-то для соцсетей, пусть даже на уровне, там, не знаю, передачи «Привет», да, если вы просто скажете «Ребята, я вам всем передаю привет, ждите меня снова, не забудьте сказать, если вам что-то еще будет нужно», этого уже достаточно, чтобы люди чувствовали, что вы живой человек, что у вас есть какой-то связь с ними, да, интерактивность – это вот такая вот одна из таких особенностей. Вторая особенность – это то, что все вот эти вот наши мобильные, то есть все соцсети, они часто просматриваются на мобильных устройствах, а это значит, да, что все это будет маленького экрана, то есть на маленьком размере экрана, часто без звука, заметьте, да, потому что одно дело, когда мы в наушниках сидим, другое дело, снова там на улице, да, там мобилку смотришь, эту самую ленту друзей листаешь, там в Инстаграме где-нибудь, да, и там какие-то репортажики, смотришь их без звука, поэтому надо работать над картинкой, и в этом смысле есть определенный такой профессиональный навык, когда снимаешь так, чтобы звук не требовался, то есть звук, чтобы был, ну, как такая милая аура, да, но картинка должна быть максимально выразительной. Самое неправильное – это, конечно, я такое тоже много раз, я думаю, вы тоже такое видели, например, у меня один мальчик принес смешной репортаж, он взял мобильный телефон, нашел какого-то человека, и, значит, на ходу ему задавал вопросы какие-то, и они шли, и поэтому картинка была крайне идиотская, то есть там на секунду он вот так вот на него смотрит, человек молчит, значит, слушая вопрос этого молодого человека, а потом мальчик смотрит вперед, и просто дорога идет, и ничего, то есть, ну, как бы репортаж о том, что он там с кем-то поговорил, абсолютно ничего не понятно, да, ладно, он хотя бы там, не знаю, ну, вот на него держит, ну, то есть, да, надо работать над качеством картинки. Это очень важное такое правило, очень важный навык, который разрабатывает вообще все, кто, например, занимается рекламой, потому что рекламу, как мы с вами понимаем, многие тоже смотрят без звука, иногда просто сознательно выключая, особенно даже на телевидении, да, там, в рекламных паузах, когда люди издалека, там, чайник ставят, беседуют с друзьями, картинка должна быть максимально насыщенной, максимально выразительной. Причем на мобильных именно устройствах, то есть, не должно быть там очень маленьких деталей, если там появляется какая-то деталь, она должна быть довольно крупная, ее надо брать, да, чтобы, ну, понимаете, да, о чем речь идет. То есть, человек вот с расстояния вытянутой руки, грубо говоря, на ладони должен хорошо видеть, да, то, о чем идет речь. Третья, собственно, особенность, да, это высокая реактивность. Реактивность – это, собственно, возможность реакции. Интерактивность – это возможность реагирования немедленно, да, а реактивность – это, в принципе, гораздо большая возможность как-то реагировать на ваше произведение, чем, например, у телевизионного ролика. На телевизионный репортаж не стоит ждать огромного количества, да, реакций, всплесков, комментариев, заметок, да, все, что выкладывается в соцсети, если это хороший, да, репортаж, обязательно будет или репост, или вам комментируют, или вам скажут, или, там, пиши еще, ну, что-нибудь как-то отреагируют, да, то есть, вот это вот называется реактивность, то есть, возможность получать, да, какую-то дополнительную информацию. Вот, друзья, вот такие вот вещи. Если вы все вот эти вот пункты, да, будете соблюдать, то есть шанс, что у вас все будет круто и классно. В специалисте есть немножечко курсов, которые вам кое-что в этом отношении могут помочь сделать, да, вот, собственно, у нас будут по видеомонтажу, это по профессиональному видеомонтажу в программе «Премьер», в той, которая делается вообще кино любое профессиональное, 26 августа будет курс первого уровня, такой базовый, с нуля абсолютнейший, то есть, прям, можно приходить, ничего не знаю, там все расскажется. Ну, так, базовая компьютерная подготовка нужна. 29-го – это там уже такие всякие фокусы, всякие хитрости, тонкости и более высокое мастерство. И тот самый курс, про который я упоминал, как создать фильм, вот с 23 ноября он будет, поэтому, если кому-то это интересно, тоже можно присоединиться. С 23 ноября, вы знаете, у меня сейчас нету расписания, но это на сайте, это можно даже вот сейчас к девочке менеджера подойти. Я, честно говоря, не помню, не обратил внимания, в каком он будет режиме находиться. Вот, значит, если у вас остались вопросы какие-то, еще их можно обсуждать.